Всем привет, на связи Борис Соколов с сайтом vizasam.ru Давайте в этом видео я вам расскажу, как можно забронировать отель на букинг и Airbnb Но в основном речь будет про букинг для россиян в нынешней ситуации Прежде чем смотреть это видео, подпишите на наш телеграм-канал Там вот такие вот полезные советы для путешествующих, для оформления банковских карт Для перевода в заграниц, для иммиграции, ВНЖ, оформления виз В нашем телеграм-канале vizasam.ru Итак, как можно забронировать с иностранной банковской карты виза или мастер-карт Киргизии, Казахстана Карты можно очень быстро пополнить из России Например, казахстанскую карту можно пополнить онлайн, прямо из приложения российского банка Но об этом расскажу чуть попозже Сами карты можно оформить дистанционно, удаленно Все подробности по ссылочке в телеграм-канале В том числе некоторые карты можно сделать за несколько дней Они прекрасно работают для бронирования на букинг То есть сам букинг не забронирован для россиян Вы с российского аккаунта можете спокойно бронировать отели за границей Как я уже говорил, я думаю, вы и сами знаете, кто использует букинг Там очень много различных предложений Например, бывает один и тот же отель по одной цене Вроде смотришь, а там спецпредложения от партнера Может быть по нижней цене Плюс дадут еще, например, скидку Genius Там 10-15% смотря от какого уровня И поэтому очень удобно Плюс на букинге есть такие отели, мини-отели Другие отели, которые не работают с российскими системами бронирования Ну, даже вот одно бронирование Например, если вы едете за границу Поездка в Европе с иностранной банковской картой Вы заплатите там эквивалент Если в рублях 100 тысяч рублей С российской можете заплатить за этот же отель На 20-25% дороже Там 125 тысяч рублей Вот лучше сделайте один раз Заплатите за казахстанскую карту И уже одна поездка Вам окупит использование этой карты Например, то есть можно перевести из российских банков На карту Казахстана На карту Киргизии Например, на карту Казахстана Из Цифробанка Из других российских банков С Сбербанка часто можно На карту Казахстана, Киргизии Там есть в приложении Прям такая функция И вы тоже можете спокойно перевести Но если вам это интересно Обратитесь к нашим специалистам В Телеграм-канале Там в Телеграм-канале у нас Тоже очень много постов о способах перевода есть отдельное видео по казахстанской по киргизской карте там рассказывается о способах перевода но не со мной российской карты на букинге вы не забронирует то есть не смирнись union pay опять вот знаете я за все эти два года встречал единичный случай оплата там union pay газпром банка но это реально я вот сколько не пробовал мои знакомые сколько не пробовали не проходит потому что ну как вы сами знаете из-за чего с марта 2022 года поэтому ну с российских карт смысла нет booking.com нельзя использовать для бронирования отелей на территории россии то есть на территории россии вам нужно использовать российские аналоги там есть различные сервисы яндекс путешествие островок я их все эти сервисы я дам по ссылочке под этим видео и там кстати люди их оценивали то есть можете сравнить рейтинг где лучше но сразу скажу какая эти сервисы можно использовать также для бронирования за границей но просто какая там проблема выбор отелей например за границей там гораздо меньше часто они идут на 20-30 процентов дороже примера но на если вы на booking и бронируете там есть тарифы дженниус 2 дженниус 3 часто бывают скидки например какие-то специальные предложения поэтому гораздо удобнее бронировать отели на букинге и так я даю два вам варианта рассказал на страны бакс карт российской что еще можно некоторые люди используют типа используйте на букинге те отели которые не требуют карты но даже часто очень если отель не требует банковской карты оплата на месте то есть там например пишут что предоплата не нужна оплата на месте все равно они требуют ввести номер карты если вы вводите номер карты российской он пишет какую-нибудь ошибку и вам все равно нужна иностранная банковская карта есть такие отельные это прям единицы и вы не знаю может десять процентов которые и не требует ни номер карты напрямки гестхаусов главу там в индии потому что них просто нету этой оплаты карты там небольшие и можно оплатить на месте некоторые например берут вот этот из букинга смотрят контакт отеля звонят договариваются какие-то методы из 90-х опять договариваться можно я плачу потом даже нас есть чат там например по гуа по кипру по другим странам и там люди пишут вот приехал вроде договаривался уже вместо в отеле нет ну то есть отель всегда может сказать он извините у нас мест нет зачем можно это турист непонятно приедет из россии не приедет может он спросил на всякий случай сам не приедет и оплатить на месте если допустим у него есть спрос на этот отель высокий сезон какой-нибудь он его конечно же сдаст в сети встречаются такие различные предложения различные сервисы которые предлагают вам оплатить букинг но опять они сберут за это комиссии там около 20 процентов какой смысл они берут комиссию около 20 процентов но еще раз какой смысл сделать себе один раз иностранную банковскую карту киргизии или казахстана помимо естественно бронирование отелей на букинге вы с этой карточке просто везде сможешь там спокойно платить в кафе в магазин снимать наличные оплачивать иностранный банковский сервис даже если вы находитесь в россии то ну там я не знаю адопа зум microsoft spotify абсолютно google apple все абсолютно любые иностранные сервисы сможете оплатить там так же как и купить онлайн там железнодорожные билеты онлайн авиабилеты привязать к такси уберу поэтому тоже смысл особо и никого сервис нет низу они также используют иностранные банковские карты сервис просто не сделать себе потом на этом деньги зарабатывают вот еще какие сложности есть с бронирование с эйром битбера скажу попозже там на своя особенность есть букингом например бывает такая ситуация у меня в комментариях часто писали я сам сталкивался вы заходите есть какой-то супер супер предложение вот допустим например напали на джумере условно говоря каждый номер стоит 200 долларов например по спецпредложению от партнеров может там 180 долларов вдруг увидите что 50 вы нажимаете вводите иностранную там банковскую карту вам пишет ошибка выводите другую вам пишет ошибка и причем он растет с 50 там до 80 долларов не знаю это либо глюк букинга либо кто-то такой нашел лайфхак и продвигает свои отели что пишется ну почему-то вот нереально низкая цена но не бывает в таком сегменте при пятизвездочный четырехзвездочного отеля в таком-то месте например вы видите что все остальные отели там не знаю в два-три раза дороже и и не просто нельзя оплатить я говорю это либо глюк букинга либо кто-то нашел такой лайфхак и продвигать тип свой отель не знаю тут ничего не сделать тут ни одна банковская карта вам его не оплатит это ошибка букинга из россии букинг вам да забронировать турция если вы уже приехали в турции и набираете с турецкого там айпи он не дает но видимо так в турции то мой ужасный закон как там то только не охраняет видим местных отельеров чтобы он шел в отеля не использовал букинг поставьте vpn вот я был в стамбуле там набираю анталию меня нету включая vpn сразу кучу предложений на букинге то есть поставьте иногда vpn то же самое rbnb rbnb вот если букинг он просто не дает использовать российские карты пожалуйста российского аккаунта бронировать и rbnb заявляет что мне работать там с граждан россии беларусь поэтому кстати не подойдет там не белорусской карт не белорусская симка вам нужно еще оформить сим-карту ну например мы предлагаем также услугу помимо оформления банковской карты еще можем оформить сим-карту казахстана и киргизии вот еще лайфхак повезло ну реально повезло в этом плане что казахстанские номера также начинается на плюс 7 как и российский и знаю что некоторых людей например они указывают страну казахстан ну поставьте vpn заходите со стороны казахстан опять если не работу используя другой браузер зайдите допустим с компьютера что у меня казахстанская сим-карта казахстанской банковской карты и новый зарегистрировал аккаунт со страной казахстан поэтому тоже на rbnb можно брать и так что я рекомендую используйте иностранные банковские карты сервис ссылку на на российские сервисы где можно оплатить с российской карты я дам под этим видео выбор гораздо гораздо меньше чем на букинге цены на 20 процентов менее выше какие-то другие вещи например помимо сервиса бронирования отелей там еще ну не нарвитесь на мошенников и также заплатить плюс 20 процентов смысла нет один раз сделать иностранную банковскую карту иностранную банковскую карту можно оформить дистанционно удаленно все подробности в телеграм канал переходите только по ссылочке который мы дадим опасайтесь мошенников их очень много сейчас на рынке например наш сайт работа 2014 года посмотрите видео отдельно по банковской карте я просто не буду повторяться там я все это очень подробно рассказал ну и смотрите нас на других платформах если вдруг youtube заблони заблокирует ссылочка на другие платформы там rutube дзена телеграма будет под этим видео